Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам на основе бесед или по беседам Любовьевского Рэбе. И сегодня глава Икудей и стиха называется, беседа называется «Спуск ради подъема». На этой неделе заканчивается книга «Шмот», которую еще называют книгой «Геулы». И в этой книге говорилось о выходе из Египта, даровании Торы вплоть до достижения совершенной цели постройки Мешкана, в котором сказано «И сделают мне святилище Мешкан, и поселюсь я среди них». Тора подробно рассказывает в последних главах об указании строить Мешкан и о том, какие добровольные пожертвования для него принесли евреи, и о том, как он был построен в реальности. В конце нашей главы Тора свидетельствует о том, что Шхина спустилась в Мешкан, и Муше не мог войти в шатер встречи, поскольку пребывал на нем облако, и слава Господа наполняла Мешкан. Далее Тора рассказывает о путешествии еврейского народа по пустыне, когда облако поднималось над Мешканом, то сыны Израиля отправлялись в путь во всех своих переходах. Возникает вопрос, на первый взгляд, эта часть больше подходит для книги Бамидбар, где рассказывается о пребывании народа Израиля в пустыне и о 42 переходах, и на самом деле там это рассказывается подробно. Более того, мудрецы говорят, что начало следующей книги Пятикнижия «Господь возвал к Маше из шатра встречи и сказал ему, это продолжение сказано в нашей главе, и Маше не мог войти в шатер встречи, поскольку пребывало на нем облако». Именно поэтому Всевышнему пришлось специально позвать Маше войти в шатер встречи. Но что если книга Вейкра является прямым продолжением книги Шмот? «Зачем нужно было прерывать нить повествования рассказом о переходах по пустыне?» Рэбби объясняет, что нужно здесь, что здесь есть замечательная идея, которую мы видим как в начале книги Шмот, так и в конце. В начале книги говорится о количестве, как объясняет Раши первую строку. «Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет». Всевышний пересчитал их и пересчитал еще раз, чтобы видно была его любовь к евреям. То есть то, что дорого, мы пересчитываем, пересчитываем тщательно. Которых сравнивают со звездами. На первый взгляд, если как мы уже сказали, «Книга Шмот» это книга Геулы, книга освобождения. Как можно начинать ее с подсчета? Ведь это было более подходит ко времени Галута. Ведь одно из коренных различий между Галутом, изгнанием, и Геулой, освобождением, что Галут ограничивает нас. И тогда нужен подсчет, чтобы точно знать, где начало, а где конец. Но во время Геулы мы выходим из всех границ. И тогда уже не нужно ничего считать. Как сказано, и потомство твое будет многочисленным, как морской песок, который невозможно сосчитать. То же самое в конце книги. Именно эта глава завершает книгу Геулы, книгу освобождения, свидетельствуя о спуске шхины, то есть божественного присутствия свыше, без всяких границ. Слава Господа наполнила мешкан. Переносной храм. Так что даже Мушер Абейну не мог туда зайти. А именно в этой главе рассказывается о подсчете и перечислении. Как это отражает и ее название. Пикудей означает перечень. Объяснение этому и представляет собой смысл главы. Всевышний хочет, чтобы еврей в своем служении Творцу взял самые возвышенные вещи, находящиеся вне границ творения, перевел их на язык этого ограниченного мира и проявил их именно здесь. Это и есть смысл выражения «жилище в нижних мирах». Это действительно жилище Всевышнего, неограниченного и бесконечного. Но жилище уже находится именно внизу, в нижних мирах. То есть принести святость, святость Всевышнего сверху вниз в наш мир. С одной стороны, это жилище предназначается не для ангела и не для какой бы то ни было возвышенной духовной, но ограниченной сущности. Жилище для самого Творца. Но вместе с тем это жилище находится в ограниченном материальном мире. Здесь, там где живем мы. Небеса и небеса небес не вместят тебя, а только это дом, примечание автора. Именно это подчеркивает Тора в конце книги Шмот, суть которой – присутствие шхины в народе Израиля. То есть присутствие божественного присутствия в народе Израиля. Всевышний посредством Мишкана и присутствие шхины дает силы каждому еврею. Но цель это – суметь воспользоваться этими силами, чтобы выйти с ними также наружу во всех их переходах. И все 42 перехода, эти странственные по пустыне, как объясняет Алтареба, намекают нам о процессе отбора, вычленения святого, духовного из материи, которую каждый еврей проходит в течение своей жизни. То есть у каждого еврея есть подобным образом 42 важных перехода, важных этапов жизни, которые мы проходим. И в это время наша задача – извлечь святость из всего того, с чем мы встречаемся, с чем мы соприкасаемся, и принести святость в этот мир. И все те остановки наши, которые мы делаем в этой жизни, все наши важные моменты. Нужно знать, что даже когда облако поднимается, и шхина на первый взгляд уходит, это лишь спуск ради подъема. И тогда еврей превращает тьму в свет. То поднятие облака становится положительным действием, ведь так проявляется божественный свет, который еще выше духовно, чем облако. И достичь его можно именно служением во всех их переходах. То есть любой спуск, любая неудача – это только для того, чтобы подняться выше. И это все дает нам опыт, опыт и возможность использовать его для улучшения и возвышения во всем. Помните, была история у львайческого рэбе, когда к нему пришел один парень, который учился в Ешиве, и у него были проблемы, у него были сложности. И он был в отчаянии, он пришел к рэбе попросить совета. И рэбе сказал ему, это было в кабинете, рэбе в его святой комнате. Он сказал, отойди вдаль комнаты. Нет, он не так сказал. Рэбе сказал, ты знаешь что, я хочу, чтобы ты запрыгнул сейчас на стол вот сюда ко мне. Тогда этот парень удивился и сказал, нет, рэбе, как я могу сделать? Он сказал, я прошу тебя, прыгни вот сюда вот на стол, ну давай мы сделаем эксперимент. Тогда он очень смущенный, сделал несколько шагов назад и собирался сделать прыжок вперед, тогда рэбе в сною сказал, смотри, я попросил тебя прыгнуть на стол. Почему ты делаешь шаги назад? Но для того, чтобы запрыгнуть на стол, нужна энергия, рэбе, я должен разогнаться. Он говорит, вот, вот так и в жизни. Для того, чтобы прыгнуть, нужно сначала присесть, отойти назад, присесть, чтобы подняться. Так же и во всех жизненных ситуациях. Если мы видим спуск, или мы видим отступление назад, это только для того, чтобы набраться сил, пройти еще дальше вперед, или подняться еще выше, на еще более высокое спокойствие. Хорошая неделя, мирная, благополучная, удача. И пускай уже поскорее. Галут превратится в геулу, в полное освобождение для всех нас и для всего мира. Прекрасная неделя.